Теперь 125 автобус в Субсихе с жёлоба сворачивает сюда, в сторону Анапы до улицы Терешковой. Когда-то здесь были дачи, сегодня уже полноценный сельский район. Продолжить маршрут попросили местные жители. В общей сложности получилось около полутора километров. По пути сделают ещё три или четыре остановки. Будут работать, накатают маршрут. То есть если будут не срывать расписание, будут чётко выходить на линию, соответственно пассажиры будут к ним переходить. В настоящее время там, ну как и была конкурентная борьба между двумя предприятиями, это 135 и 125 маршрут, так она и осталась просто, что жители данного района, которые ездили на 135, они частично уйдут на 125, что в свою очередь позволит равномерно распределить пассажиропотоки по транспортным средствам, чтобы не было давки в часы п. Несколько дней подряд специалисты городского отдела по транспорту дежурят на Старой Конечной, изучают загруженность. 135-й автобус делает петлю по селу, собирая пассажиров, поэтому на крайней точке маршрута салон уже достаточно заполнен. 125-й приезжает с пятью-шестью пассажирами, но здесь его уже ждут. Любовь Соколова ездит на работу в санаторий «Делуч». Работой транспорта в целом довольна. Бывает, что 125-й теряется, и утром теряется, бывает, и вечером теряется вообще после шести. Остается только 135-й на маршрутах. Перевозчики поясняют, что сбой возможно в связи с перестройкой расписания. Затем, чтобы водители ездили по времени, в компаниях следят. В администрации, в свою очередь, держат на контроле работу транспортных компаний. Следующий этап – постепенный переход на низкопольные автобусы. Перевозчик, который обслуживает 125-й, 126-й и 109-й маршруты, в этом году приобрел шесть таких машин. Развитие маршрутной сети планируют продолжить, связав к лету район улицы Промышленной с Пионерским проспектом.